Дорогие друзья, всем привет! Вы смотрите этот блог, который посвящен нашему совместному выпуску видео вместе с Гурамом, который там где-то вдалеке сейчас ищет камеру GoPro, отлетевшую от McLaren при замерах. Я уверен, что вы уже посмотрели либо мой ролик, либо его ролик про этот замечательный автомобиль. Мы его сегодня вдоволь тестируем и натестировались уже на самом деле время к концу. И решили для вас на нашем канале сделать вот такой выпуск, который как раз таки покажет все эти закадровые моменты, о которых так люди просят. Это действительно интересно. В общем, Google уже подъезжает. Смотрите, с самого начала мы начали снимать в 9 утра. Очень рано, сейчас время 6. Масса материалов. Я верю, что вам понравится. Поэтому погнали! Приехали в Монтрегорную мануфактуру. Охрана была сильно против, чтобы мы снимали, хотя вроде ничего плохого не делали. Но, в общем, дошли до того, что вызвали полицию. Вызвали полицию, потому что снимать на самом деле можно, но, конечно, людям, зачастую, это объяснить тяжело и все готовы идти на крайние меры. Мне лишь обидно, что в этом случае привлекают сотрудников правопорядка, которые, на самом деле, у них есть какие-то дела более важные, чем разбираться на тему, можно ли снимать все-таки на Дрегорную мануфактуру или нельзя. Поедем теперь на промо-зону снимать. Человек, у которого самая взрослая женщина была в моей жизни. Она его и научила. Она меня этому и научила. А все остальное, давай, ты рассказывай. Нормально, да, у вас человек леится? Ты будем зарплату платить, нет? Стоит ее ограничить. Стоит ее ограничить. Стоит ее ограничить. Стоит ее приподнять. Приподнять. Что поднять? Россию с колен? Макс. Макс, ну ты чего, будешь снимать или нет? Эта машина, в принципе, спокойно могла бы сниматься в пятом или месяце. Там помнишь, уже были летающие тачки? Да, да. Мила Ёович, все дела. Побегающий Волков. Идет, идет, идет. И, Лёк, перехватывай его. Благодарю тебя за воздух. И вот так он заходит, проходит вдоль всей двери. Это было даже не наигранное. А, да. Бл***ь, вы точно автоблогеры? А ты точно автоблогер-то? Спалился так случайно, просто так. Решил полностью в сухом баке со мной заезжать. Просто красавчик. И водитель просто спалил. Знаешь, там еще немецкий бензин еще в этой машине. Да, еще и какой-то второй. Вообще супер. И так машина весит на полтонны меньше. Так еще и бензина хочется экономить. Вообще просто читер. Спасибо, хоть Той не одел на заднюю ось. Как не видел? Я видел, что там трофей его не подкалываю. Первое дело, что проверил, это шины на задней оси. Типа, заруба с обычным человеком. Ладно, все, поехали, стремимся на полигоне. Заруба с Ильей. Так, ну-ка пришли фотографию шин. Так, бензин в баке. Так, все, ладно, сколько ты сам весишь, ну-ка встань на весы. Да-да-да-да-да-да. Где-то читер. Там вот этот, какой-то черт. Что такое? Там труба зовет. Труба зовет? Да. Какая? Ну, парня просит подойти. Выхлопная? Какие парни? Ну, там разные. Какие парни? В форме. Уже форма не серая, кстати, а синяя давно. Что такое? Ну, слушай, Макс что-то просит. А, сейчас пойдем. Компания, мой друг, можешь выклопить газ? О, мой Бог! О, мой Бог! Это дизель, это дизель-кар! Дизель, дизель! Непо того! Непо того! Английская марка. Штучное производство. Ну, как штучное? Ну, понятно, что конвейер, но делают они несколько тысяч машин в год. Но там, получается, тут монитор, тут мультимедиа. Все это взаимосвязано, все это открывается, закрывается. При этом меняются показатели. Никакого глюка нет. Ничего не глючит. И сам салон сделан очень качественно. То есть, ну, просто ты же даешь, что такой салон увидит в немецкой машине. Нет, я понимаю, что англичане это роскошь, это премиум и так далее. Но спортивные англичане это нонсенс. Потому что Aston Martin, Bentley, они пытаются делать какие-то спортивные тачки. Иногда у них это получается, на примере каких-то гиперкаров. Но обычные гражданские машины за ту же стоимость, как McLaren или Porsche Turbo S, ну, им нечем похвастаться. То есть, они могут сконкурировать, не знаю, с A63, наверное. Вот эти машины, там, Aston Martin, Bentley, Rolls-Royce, Coupe, да, это их конкуренты. Но это не спорт. А McLaren это спорт. Причем эта машина, сам McLaren сам по себе, он не похож на английскую машину совсем. Это же, вот если бы я не знал, что такое McLaren, но знал все остальное, все остальные марки, я бы мог сделать вывод, что это какие-то, что это какое-то паназиатское творение, там, не знаю, может быть, японская или корейская тачка. Потому что, ну, очень такой нетрадиционный дизайн, спортивный, космический. Ну, англичане это такие тачки чопранные, это Range Rover, это Rolls-Royce, это все такое большое, статное. Но при этом все эти машины, кстати, они уже не являются самостоятельными английскими производителями, они уже зависят от немецких марок или от индийских, да. Ну, McLaren это какая-то самобытная машина, абсолютно не ожидаешь, что она вот, но она вот есть. И она есть, она едет быстрее всех. Она очень при этом качественно сделана. Недостатки? Когда смотрел обзоры и читал там перед этим, да, там, естественно, обзоры в основном англоязычные, ну, они жалуются, что оно типа жесткое, что в ней что-то не хватает какого-то там стиля по сравнению с Ferrari или Lamba. Ну, конечно, я понимаю, но Lamba и Ferrari сколько лет? Сколько Porsche или сколько AMG? Да не в десятилетия эти машины делают. А они сделали эту тачку там за пять. Просто нонсенс. И еще разок здесь, когда я погоняю локацию. Ну, ты тут сам регулируй, потому что я же тебя не вижу теперь. Да, добро. Такое было у меня. Ничего себе. Пиво везет против течения. Мы, смотри, едем в третий шестьдесят километров в час. Двое крупнород, хотя можно и нужно ехать 110, все начинают ехать медленнее, потому что думают, что здесь какая-то камера, наверное, или что-то такое, ЧП происходит. А, ну, Степ, хорошо. Давай сделаем это спокойно, сделаем. Хорошо. Всегда без кипящей. Так, окей. Что нужно мужчину убить делать? Я понял. Хватит. Ты подключил второго специалиста. Более опытного бойца. Ну, что, покатались по платке, немного поускорялись. Я в шоке. Машина, конечно, очень быстрая. Гурам, мне кажется, в шоке еще больше. А вот сейчас Макларен перемещаем на эвакуатор, потому что негоже истребителям ездить по обычным дорогам. И направляемся на Дмитриевский автополигон. Там уже будет заруба. Да, непривычно все-таки, когда двери вверх открываются. Над тобой тоже пространство. А еще у Макларена есть лифт. Лифт подвески. Это большой плюс. Нажимаешь и заезжаешь. Ну, эвакуатор. Любое препятствие можно преодолеть. Ну, практически любое, конечно же. В общем, молодцы, Макларен. Все есть, не докопаешься. Да, наверное? Мало ли чего. Когда говорят, что машины, автомобильной марки, которой история 10 лет, не хватает харизмы. Но у нее не хватает харизмы не потому, что у нее нет харизмы. А просто потому, что люди ее еще не знают. Они еще не выучили ее. Они не понимают, что это за машина. Я не понимал, что это за машина. Полгода назад я не понял, что это за машина. У меня кардинально сейчас поменялось впечатление о Макларене. Просто это как бы супер. Это супермашина. Просто супер. Супермен. Говорят, блин, я еду всех быстрее. У меня вообще тут столько приколюх всяких внутри. И при этом суперкачество. У меня ничего не ломается. Да, я еще суперлегкий суперкар. Я маленький, но там не тесно. Я не очень дорогой, но я при этом еду как гиперкары. Ну, а какой у них еще был выбор? Какой у них еще был выбор? Они зашли на этот рынок высококонкурентный. И на этот рынок заходит, на этом рынке не просто заходит, на нем находятся уже компании, которые имеют очень много денег. Это концерты. Для которых спортивная машина, это не просто средство для заработка. Это имидж прежде всего. Потому что сделать быструю машину, это круто. Ты сделал Турбе-Эс. И все знают, что Турбе-Эс самая быстрая полноприводная тачка на everyday. Это как бренд уже идет. Потому что Порше их там выпускает сколько уже? 50 лет, 911. И как на этот рынок зайти? Как объяснить европейцу, который хочет потратить 200-300 тысяч евро, что, чувак, не покупай Порше, не покупай Феррари, не покупай Ламбу. Купи машину, название которой не знает твой сосед. Потому что, ну, конечно, когда мы покупаем тачку, мы покупаем не просто технические характеристики, мы покупаем имидж, мы покупаем стиль, мы покупаем, прежде всего, ощущения. Вот тут надо просто попробовать. Просто попробовать. И когда ты пробуешь, ты как бы не понимаешь, что это вообще. Как вот это случилось? Просто год назад мы заехали с Маклардном, даже меньше там. Это было летом 2019-го. Мы заехали с Маклардном, и он типа объехал Писту. Машину, которая супербыстрая. Ну, мою машину. Мне даже обидно было, реально. Появляется возможность такую машину купить. Там, вот адекватные деньги. Я, опять же, понимаю, что если я ее куплю, ну, давай я ее куплю, короче. Потому что, почему я не решил себе что-то делать? Ну, потому что, вот я на ней сейчас поезжу, ее можно продать, и я там не потеряю. Прикольно. А можно себе оставить. Но тогда нужно продать Писту. Вроде, с одной стороны, Писту жалко, потому что я ее заказывал, ждал, под себя собирал. А вот эта машина, она с пробегом. Она уже там была сфигурирована. Вот я решил летнуть. Я люблю рисковать, я предприниматель. Думаю, ну, куплю машину, привезу. Адекватные деньги. Мне понравится, продам. Понравится, оставлю. Ну, конечно, когда я говорил, что понравится, оставлю, я лукавил. Ну, я думал, ну, покатаюсь, все равно продам. Все равно я хочу оставить Феррари. Ну, Феррари это круто. Ну, я на дороже. И я ее собирал под себя. И вот сейчас, после одного-двух дней использования, я уже начинаю менять, меня это начинает пугать, на самом деле. Позволь вопрос, а ты хоть раз ланч включал на свою Макларене? Не включал бы ланч на Макларене. Поставь все свои шуточки. Наконец-то. Вы пишете, нет? Да. А, окей. Ну, без шансов, просто без шансов. 100-200, 4-6, 100-200 это, ну, это очень быстро. Там гиперкары едут 4, 3, 5, а стоковая М5, стоковая Турбо-С едут 6,5-7 секунд. Это быстрая машина. Это супербыстрые современные машины. То есть, Макларен просто быстрее на 2 секунды. 2 секунды это не один корпус, не два корпуса. Как бы 2 секунды это 5 автобусов. Это огромная разница. Да, жесть, слушай. Крикон, на воду, на воду, на воду здесь, тормози, тормози. Если нужно найти где-то GoPro на дистанции 1 километр, мне просто пишите и сообщение. Очень забавно. Ты снимал, кстати? Это очень забавно. Просто тут дистанция, ну, не знаю, ну, несколько, 5 километров. Гура мне говорит, будем искать GoPro, которая отлетела. Я еду, она лежит. Я такой, типа, тормозим, достаем. Я люблю грибы собирать, я думаю, это вот с детства. Это с детства. Погнали. 200. 200. Мне кажется, что на счет оторвалось. Слышишь? Что это было? Понятно. Мне кажется, они к пересоске все сняли? В комфорте поедем, пожалуй. Тоже пошло не так на скорости 340 километров в час. На самом деле, как вы видите, это куски пластиковой защиты. Я еще не знаю точно, что отвалилось в Макларене и почему. Ну, справедливости ради надо сказать, что скорость была действительно большая. В итоге, это оказался кусочек пластиковой защиты, который располагался сразу за передним бампером. Я не знаю, по какой причине именно эту запчасть оторвало. Скорее всего, она имела повреждения. Тем более, что автомобиль недавно был доставлен из Германии в Москву на автоозе. Благодаря оперативной логистике Макларене мы смогли его заказать и получить через одну неделю. Стоимость составила 200 евро. К счастью, никто не пострадал, но мы, конечно, очень сильно в этот момент переживали, если мягко сказать. Но, к счастью, все обошлось. И это уже второй случай, когда у меня на Дмитровском автополигоне при скорости 300 плюс происходит какая-то хрень. Потому что осенью, когда мы снимали писту, на скорости после 310 у меня поток воздуха начал выдавливать уплотительную резинку спереди машины. Она начала болтаться. Это, конечно, в ролик не попало. Я не уверен, что это проблема именно в сборке Феррари. Хотя Феррари, как известно, качественно своим не блещет. Мы машину оклеивали. Возможно, что-то где-то не закрепили. Такое может быть. Все люди ошибаются. Но выглядело это, конечно, немного эпично. Когда ты едешь 310 и у тебя вот так болтается резинка из-под капота. Что, друзья? Вот мы и закончили эти съемки. Больше никаких потерь не было. Чуть подрифтили. Я хочу сейчас спросить у Гурама одну вещь. Ну, понятно, что мы сделали финал. Рассказали, что машина самая быстрая. Я хочу понять эмоции от этого автомобиля. Гу, скажи, пожалуйста, вот прошел сегодня день. Ты поездил на Макларене. Мы с тобой погонялись. Вот это все подтвердилось. А что ты думаешь про эту машину? Тебя это удивило или ты к этому был вообще готов? Ну, я бы к этому готов, поскольку мы уже понимали, что машина очень быстрая. Но, тем не менее, когда ты это испытываешь на себе, вживую, не журналы, не видео других блогеров, а когда ты это чувствуешь своей спиной и своей пятой точкой, это, конечно же, впечатляет еще сильнее. Ну, и дружелюбность. То есть машина очень дружелюбная. Это какое-то уникальное сочетание, уникальный тандем комфорта определенного дружелюбности и очень высокой скорости, и очень высокой динамики. Поэтому они сделали уникальный продукт, который 100% стоит своих денег. Ты бы вот эту машину купил? Да. То есть если бы у тебя была возможность купить, например, ламбу, феру, ну, мы понимаем, что мы говорим про машины в районе 20-25 миллионов, ты бы все-таки выбрал Мак, несмотря на то, что нету дилера, несмотря на то, что геморрой с поставками. Ну, есть одна фера, которая в моем сердце, на самом деле. Так, так, так. Мак, лапы, которая... Так, так, так. Изменить мой выбор. Это 812 Superfast. Ага. Я ее просто люблю всем сердцем, V12. Ну, я понял. Игрантуризм и все дела. Но сравнивая, наверное, со всеми ламборгини, я бы выбрал Макларен. Я понял. Ну что ж, по-моему, отличный выбор и отличный конец. Друзья мои, надеюсь, вам понравился этот влог. Обзоры уже вышли. Поэтому посмотрите, если вы еще и не смотрели. Спасибо вам большое за внимание. Берегите себя. До скорых встреч. Пока. Подписывайтесь на Илюху. Забыл самое главное сказать. И сидите дома. И руки мойте чаще. И предохраняйте во время секса. Короче, короче, шутка. Значит, руки мы теперь научились. Теперь научим владельцам BMW пользоваться поворотниками. А-за-за-за-за. Как ты быстро переобулся. Продал BMW, ты теперь относишься к нам. Я не продал BMW. Я жду другую BMW. Я ее поменял. У тебя сейчас есть BMW? Еще пока не забрали. У тебя сейчас есть BMW? Есть. Какая? BMW M5. Еще не забрали. Она еще физически у меня. Она тебе принадлежит? Ну, короче, я понял. Я знаю эту читку. Ладно, ребят. До скорых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok